Небо выбирает отважно. К столетию со дня рождения нашего земляка легендарного летчика Александра Кочетова вышла электронная книга, которая включила в себя 100 документов. Есть среди них и те, которые в руках держал сам герой. Подробности в нашем репортаже. Александр Кочетов родился в Алатаре 8 марта 1919 года. Впервые в небо он поднялся, занимаясь в Алатарском аэроклубе. Затем была успешной учебой в Энгельском военно-авиационном училище. В июне 1941 года он совершил свой первый боевой вылет. К концу войны их было почти 500. В апреле 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в бою, ему присвоили звание Героя Советского Союза. Стоит портрет Александра Васильевича Кочетова. Можно посмотреть каждую награду, потому что и каждая награда это практически может быть в сторону жизни. Поэтому я вам хочу пожелать кадетам, чтобы вы в дальнейшем изучали биографию таких героев, изучали историю нашей страны, историю войны Великой Отечественной, каким образом нам эта победа досталась. К столетию со дня рождения героя сотрудники Государственного архива Чувашии выпустили электронную книгу, которая стала уникальной. Документы, которые в нее вошли, в единственном экземпляре. Передали их родственники Александра Кочетова. Некоторые из них держал в руках сам летчик. Такая уникальность работы еще заключается в том, что максимум объем фондов, документов был просмотрен при подготовке к виртуальной выставке. И можно сказать с достаточной уверенностью, что практически стопроцентный объем документов, который мог осветить деятельность вот этого замечательного человека, он включен в эту виртуальную выставку. Рассказ о жизни и боевых подвигах летчика-героя Кочетова на кадет произвел большое впечатление. Мне запомнилось, что он прошел всю войну, сбил более 30 самолетов. Я очень горжусь, что корпус, в котором я учусь, несет его имя, и я очень хочу быть на него похожим. Знаменательное то, что количество материалов электронной выставки «Небо выбирает отважных» совпало с юбилейной датой героя. В нее включены 100 документов.